бывает состояние когда в жизни чего-то не хватает как разобраться чего именно откровенный разговор самой собой практика это в идеале мы должны понимать это дело нескольких минут когда уже откровенность раскачана это дело нескольких минут просто опуститься в качественный транс задать себе вопрос и получить на него ответ когда нет да еще этой откровенности не раскачано то ответ на вопрос может занимать до скольки-то месяцев когда получение ответа на вопрос поэтому но знаете как кроме вас никто кроме вас за вас никто не узнает какой-то специалист может пофантазировать но он может нафантазировать своих фантазий до своих проекций поэтому нет инструмент откровенный разговор с самой собой берем практикуем вытаскиваем из себя истину мне после прохождения четырех тренингов плюс новая субличность марина велес моя поддерживающая часть я всегда с вами я вас мысленно поддерживаю поэтому я надеюсь она вам не дает жрать на ночь тоже самая часть корректно отвечать мужчинам которые знакомятся при условии что я замужем вот тоже самое вот тоже самое да я против того чтобы год давать готовые рецепты потому что каждый человек прекрасен такой каким он родился таким каким он слепился под воздействием разных обстоятельств мы прекрасны сами по себе да сначала вам будет не просто ответить найти ответ на вопрос а какой бы я себе понравилась вот в этой ситуации может быть не просто ну найдите там должны быть ваши слова вы должны нравиться себе потому что копировать хорошо но в итоге мы должны прийти к тому что мы делаем создаем что-то что-то наше собственное что делать вы берете ситуацию когда в последний раз вы ответили так как вам не понравилось и задаете себе вопрос какой бы я себе понравилось а как бы мне хотелось ответить то есть мы создаем новую нейронную сеть переигрываем ситуацию вкладываем в свои уста те слова которыми бы мы хотели ответить и прокручиваем прокручиваем в мозгах один раз второй пятый десятый и говорим себе вот так я хочу ответить следующий раз например я хочу улыбнуться и сказать мне очень приятно молодой человек но я замужем да что-то такое прокручиваем создаем новый опыт потому что если мы просто говорим себе блин опять что-то я скукожилась испугалась или грубо ответила или промолчала или просто отвернулась и я себе не нравлюсь ну а мозг не знает как поэтому создаем новый опыт мысленно прокручиваем 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 следующий раз это нейросеть сработает подскажите как пережить самоубийство ребенка смотрите мы должны помнить о том что дети это гости дети это гости дети это гости и как бы больно не было как бы не было горько и так далее наверняка вы прокручиваете пытаетесь в тех обстоятельствах покопаться и понять могли бы ли вы что-то сделать по другому мы должны помнить о том что дети это гости дети не принадлежат нам они приходят и они могут уйти раньше чем мы они приходят могут уйти позже они приходят они могут быть такими какими они нам не понравятся и так далее то есть это данность у пространства на этих людей есть свои планы они приходят в этот мир через нас но у них своя жизнь и все да то есть что делаем мы отделяемся и понимаем что да во первых не никогда нельзя подавлять эмоцию когда она уже возникла да если есть горечь тоска горе любое горе надо от горевать не надо себе подавлять но горе должно иметь границы понимаете нормальными границами считаются два года два года это максимум за два года вы должны от горевать гривать на полную катушку плакать еще что-то лучше даже меньше к два года это максимум через два года все должно войти в спокойно русло горевать 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 но при этом мы должны не винить себя ни в коем случае первое второе не копаться в тех обстоятельствах потому что они уже прошли и говорить себе что да мне больно мне горько и так далее но слава богу что этот человек вообще был до ребенок был в моей жизни и я была счастлива спасибо ему а сейчас он улетел в небо как бы и все да я буду жить без него вот такая моя жизнь то есть дальше наступает принятие моя жизнь она такая я обязана жить ее дальше я обязана научиться жить без него я обязана научиться дальше получать удовольствие понимаем да если уже прошло больше двух лет и вы видите что у вас депрессия все-таки лучше обратиться к помощи специалиста потому что вот этот вклад ваше здоровье он стоит он стоит всех денег которые нужно будет да вот например почему люди очень часто не обращаются к специалисту потому что жалко денег элементарно но это того стоит наше психическое здоровье того стоит правда